Виталий, приветствую тебя! Уже в новом 2022 году. Новые возможности, новые тренды. Рынок не заставит нас скучать, что-то там точно нарисуется. Мы, друзья, с Виталием продолжаем обсуждать технический, фундаментальный новостной фон, держим вас в курсе всего самого интересного, чтобы у вас была основа для принятия решений. Вот из-за этих праздников у нас был небольшой временной лаг, пауза, когда мы в эфир не выходили, но сейчас как бы наверстываем, тем более, что все только начинается, честно говоря, с момента нашего, секундочку, последнего эфира с Виталием особо-то существенно ничего не изменилось. Вот я сегодня буду комментировать некоторые сделки, идеи, если ориентироваться, опять же, на одну из движущих сил рынка Форекс, валютного рынка, индекс доллара, первый самый уровень. Причем, я сейчас говорю, как открыто, фактически мы с ноября топчемся в диапазоне 95,80-96,80. И событий-то на самом деле было много разных значимых релизов, какой-то риторики от регуляторов, заседания, потом протоколы в прошлой неделе. Но ничего пока что не раскачало движение доллара, прям даже не знаю, что же должно произойти, чтобы доллар все-таки взвинулся с места и стало более интересным для анализа. Возможно, уже фактически само решение Федрезерва по повышению ставки, либо по более агрессивному, например, сокращению программы количественного смещения. То есть не ожидание того, что это будет дальше, что ФРС будет бороться с высокой инфляцией, а реальные действия, шаги и решения. Ну, даже не знаю. А микрон тоже как-то вроде как и есть угроза для мировой экономики, а вроде как и нету. Опять же, сколько точек зрения относительно показателей госпитализации, того, что люди вообще в крайне легкой форме его переносят. То есть больше похоже на обычный грипп и так далее. Хотя, как сгущали тучи, когда он только появился, исходя из темпа распространения, что это второй 2020 год. Нас ждет из-за того, что страны вынужденно закрываются, вводят повторные ограничения и так далее и тому подобное. Ну, ладно, давай-то так демонстрация экрана. Сегодня я хочу предложить несколько идей. Так, секундочку. Ну, во-первых, стоит посмотреть на индекс доллара, про который я только что говорил. Но идея у меня будет по паре доллар-иена, по золоту всего. Кстати говоря, рынок криптовалют, возможно, у тебя будет что сказать. Ты периодически касаешься этого сектора. Тоже очень интересно. Опять же, как и ожидалось, действительно, развитие нисходящей динамики. И, в принципе, опять же, из-за последних событий в Казахстане эту нисходящую динамику тоже были начали объяснить. Ну, ладно, посмотрим. Так, по индексу доллара, что стоит сказать? Прошлая неделя – это Non-Farm Perils и протоколы. Протоколы точно были крайне жесткими в плане риторики, потому что большинство членов, голосующих членов РС, сейчас начинают готовить все трейдерское сообщество, потому что в этом году ставки будут подняты трижды. По 0,25%, может быть, даже раскачаются на 4 повышения. Это вынужденная мера, потому что ФРС с некоторых пор все-таки стал видеть о текущем росте инфляции проблему, с которой нужно бороться. Это не то, что само собой разрешится и пройдет. Инфляция действительно зашкаливает. Кстати говоря, это неделя очередной отчет по индексу потребительских цен в США. Это данные по декабре уже будут. И я думаю, что мы увидим новый максимум уже, получается, за 45 лет США. И понятно, что ФРС сейчас при каждой же возможности, которая у него появляется, при любом удобном случае и поводе, говорит, что он будет бороться с высокой инфляцией, ужесточая монетарную политику. Вектор политики ФРС курса реально меняется. И если посмотреть на долгосрок, то не может быть такого, чтобы в долгосрочной перспективе при росте процентных ставок и предварительном сокращении программы количественного смещения доллар, собственно, снижался. Поэтому индекс доллара – это будет сделка, которая точно будет пользоваться спросом на довольно продолжительный период времени, на 2022 год, потому что эта сделка, кстати, без свопов, то есть не может залезть и сидеть, друзья, если вы так же, как и я, например, уверены в том, что при жесткой политике доллар точно не будет слабее. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, на пару доллар-иена, которая сейчас котируется на отметке 115.76. И если индекс доллара пока что вяло ходит, то пара доллар-иена находится на многолетних максимумах. И в частности сейчас доллар-иену все чаще связывают с зеркальным отражением ситуации на рынке долга США, то есть казначейскими облигациями. Я с этим абсолютно согласен, потому что доходности трежерис растут. Сейчас, по-моему, десятилетки находятся уже почти в районе отметки 1.8%. И каждый раз, когда рынок долга показывает еще одну волну роста, пара доллар-иена также обновляет локальные максимумы. Я рекомендую дождаться закрепления пары выше 115.80 и ее покупать с целями 117. Ну, хотя можно в качестве предварительной цели поставить стоп-лот, точнее, это и просто 116.5. Стоп-лот будет на уровне 115.40. И, кстати, банки, за которыми я слежу, это Bank of America, Morgan Stanley и Citi, они ждут в этом году 119-121 по этой валютной паре. Ну, диапазон получается, как бы медианная оценка. Опять же, в расчете на то, что доллар будет расти на контрасте с тем, что ФРС ужесточает политику, Банк Японии, как мы прекрасно все знаем, проводит по-прежнему крайне стимулирующую политику. Так, что касается второй идеи, на которую обращаю ваше внимание, это золото, которое сейчас котируется на отметке 1792. Золото здесь тоже довольно понятная идея с тем посылом, что я только что рассказал про доллар. То есть при росте доллара, при росте доходности американских облигаций золото будет труднее конкурировать с Трежбис, это разумеется. И у золота сейчас, по сути, нету поддержки даже в виде вот этой глобальной экономической неопределенности, которая ранее была связана с тем, что случится с мировой экономикой, если влияние омикрона будет куда более серьезным, чем предполагалось. Но поскольку я начал опять же сегодня с того, что омикрон тем меньше звучит в СМИ, читается в статьях в каких-то негативных тонах, в долларах, к сожалению, нет поддержки и в виде страховки от какой-то геополитической и экономической неопределенности. Поэтому здесь только дорога вниз. И я рекомендую, друзья, шортить прямо с текущих уровней. Это 1792, ну, прям колеблется в районе 1793, с тейк-профитом на отметке 1760 и стоплоцом на уровне 1800. Виталий, слово тебе. Итак, всех приветствую. Всех с Новым Годом 2022. Вторым, как... Ну, для кого-то это хороший год начался, для кого-то это, как видим, сюрприз. Да, было это как Казахстан. Довольно было так неожиданно. Поэтому желаю всем счастья и профитов в Новом Году. Спасибо. Дальше. Ну, пройдемся по рынку сейчас. В принципе, почему ты говоришь, да, не было по каким-то инструментам движения сильного, но это касается сугубо индекса доллара. Там евро-доллар. Они практически находились в таком узком коридоре. Достаточно уже месяц находится, чуть более. А вот фунт-доллар достаточно неплохо вырос. Несколько, там, 300 пунктов он где-то сделал вверх, в принципе, ожидаемо. Потом неплохо было движение по криптовалютам, просели, да. То есть тоже было ожидаемо, в принципе. Ну, то, что все связывают это с Казахстаном, там где-то около 20% завязано майнинга или больше. Ну, там технически видно было, что что-то назревает по данным инструментам. Вот взять криптовалюту, да, биткоин. Пытались его как-то выше 45 тысяч, там, с копейками 45-600 откупить, да, ранее. Но снова, когда пришли к уровню, здесь начали его зажимать. Вот видно было, что такое идет понижающиеся максимумы локальные. Скорее всего, будут поддержку вот эту пробивать. И, в принципе, я своим ученикам писал, что возможно работать на пробой лимитом ниже этого уровня. В принципе, мы неплохо так прокатились, там, около более 5%. То есть на текущий момент я пока вне рынка буду наблюдать, какая реакция будет по данному инструменту в районе 41-400. Как-то там, сегодня-завтра закроемся, идет борьба за данный уровень поддержки. У нас, в принципе, возле данного уровня 40 тысяч не только в декабре откупили, а также это было в сентябре. Здесь начался сильный рост. Поэтому буду за этим уровнем наблюдать. Пока каких-то глобальных паттернов здесь не вижу. Будет ли здесь на пробой рисоваться? Вчера там с учениками обсуждали какие-то покупки. Ну, такое локальное на H1 было. Пока я его не трогаю. Глобально, в принципе, мы можем еще провалиться по биткоину и в район 30 тысяч. Но те, кто торгует там среднесрочно-долгосрочно по биткоину, ожидая там 150 и выше, то, в принципе, сейчас что по 40, что по 30 закупиться. Это, в принципе, если не использовать большое плечо кредитное или без плеча на спотовом рынке, то, в принципе, можно им закупаться. Но пока каких-то таких конкретных идей я бы посмотрел, что здесь дальше реализуется. Рискованно можно купить со стоп-лоссом за минимум и посмотреть, возможно, будет какой-то локальный отскок. Что касается индекса доллара, в принципе, с тобой согласен за рост. Но я его в последнее время в основном шарчу, данный индекс доллара. Пока он приносит только какие-то локальные профиты, никак не может пробить поддержку в районе 95.50. Особенно я в большинстве случаев не через индекс доллара захожу, а через евро-доллар. То есть он практически зеркально. Мы его уже здесь несколько раз покупали. Я ожидал, что он пройдет-пройдет. Вот это сопротивление в районе 1.13.80. Но как-то его все время скидывают. И приходится все время выходить по безубытку, заходить. И на текущий момент, какое у меня видение по данным инструменту, если сегодняшняя дневка перекроет, скажем, пятничное движение наверх, ну, то есть будет такое медвежье поглощение, то, скорее всего, будут пробивать вот этот уровень поддержки локальной 12.70, вот эти минимумы, и дальше сильно падать. Поэтому с текущих я бы не шортил, так как если сегодня откупим данную дневку, то, скорее всего, будем идти на пробой вверх. Я еще со своим ученикам и подписчикам давал покупочку. На прошлой неделе мы купили, часть зафиксировали, часть сейчас без убытки сидим, смотрим, какая дальнейшая реакция будет рынка. Поэтому здесь, если заходить, то на пробой через селл-стоп в районе 12.50 поставить селл-стоп с стоп-лоссом 50 пунктов примерно. И если будем пробивать, здесь идет и нижняя граница треугольника. Если ее провалим и закроемся ниже, то, я думаю, там будем хорошо падать в районе 1.11.70, вот эти минимумы, и 1.10 покажем. Но нужно бы пробить, потому что есть такой вариант, что мы можем еще какие-то показать локальные максимумы. Вот такое мне мнение по евро-доллару. Дальше. По золоту. По золоту, в принципе, я пока буду вне рынка, не буду комментировать, так как у нас скинули. Скинули, здесь нужно что-то проторговать, чтобы понять, будут его продавливать вниз или нет. Но, скажу так, в принципе, могут его продавить, так как пытались у нас здесь расти, и все время его достаточно сильно скидывают. Плюс мы торгуемся в этом импульсе, который был в ноябре. И если золото продавит еще вот этот минимум, который был в декабре, то, я думаю, там не только 1.750, а мы, возможно, и поглубже провалимся. То есть в ближайшее время решится по данным инструменту, что и как будет. Ну и по S&P 500. Вот, дам комментарий, идею. Ну, пока здесь покупками как-то не очень сильно пахнет, да. Пробили мы в декабре. Было все-таки рождественское ралли, да. В принципе, мы о нем говорили, что если будут откупать, то скорее здесь будут покупки. Плюс давались ориентиры уровней. Ключевой уровень это был 47.12. Вот мы в конце декабря закрылись выше него. Ну, немножко подросли, но на этом все закончилось. После протоколов ФРС в прошлую среду мы закрылись ниже. И пока здесь я бы работал на понижение. Ниже 47.12, возможно, провалится пониже. Конечно, здесь куча поддержек в виде вот этих глобальных трендовых. Мы ее, конечно, уже много раз от нее, вот в декабре видно было, раз отбились, второй раз отбились. И сейчас уже в какой очередной раз подходим. Поэтому чем больше к трендовой подходим, тем есть шанс ее пробить и, возможно, прокатимся сильнее вниз. Поэтому здесь за снижение, ну, возможно, 4 и 3 шестерки шертить там со стоп-лосом 47.15 условно. Возможно, будем там пытаться пробить эту трендовую и пощупать минимумы декабрьские. А там уже дальше посмотрим. Будем по факту смотреть. Конечно, как ты уже правильно отметил, что хотят повышать ставки. Да, но посмотрим, поднимут их или нет. Потому что они тоже понимают, что с инфляцией нужно бороться. Ну, вот они завалят, скажем, рынки. Посмотрим. Ну, пока все у меня. Будем смотреть. Там в среду, возможно, какие-то больше идей будут каких-то. Да, кстати, в среду это будет после уже выступления Павла в Конгрессе. Оно завтра запланировано. Посмотрим, может, что-то уточнить в новом году. Изменились ли настроения Федрезерва. Что думают с учетом, опять же, предстоящих данных по инфляции. Ну, я почти не сомневаюсь в том, что потребительский центр будет на новых максимумах. Ну, да, что сделает ФРФ, это будет видно. Виталий, спасибо тебе за точки зрения. За твои идеи. Следим, анализируем вместе. Следующий эфир в среду тогда поговорим, еще раз обсудим. И, может быть, что-нибудь более интересное найдем. Спасибо тебе еще раз. Удачи.